Кэшбэк крутится, лавэ хомутится. С этих слов хотелось бы начать новое видео на канале Гаджетмания. Сейчас мы поговорим об ушедшей распродаже 11.11.2016 года. Итак, мы начинаем, поехали! Ну что ж, дорогие мои, много вчера накупили вещичек на Алиэкспрессе? Сколько денег сэкономили? Может быть поделитесь своими, скажем так, новостями в комментариях под этим видео. Я же вам хочу сейчас рассказать, что происходит с нашим дорогим, любимым, всеми рекомендуемым сервисом Letyshops.ru. И не только с ним, потому что на самом деле практически все в глубокой заднице. И сейчас я вам немножко разжую, что же на самом деле происходит. Итак, большинство людей, видеоблогеров, в том числе и я, рекомендовали совершать покупки 11.11. С помощью кэшбэк-сервисов и возвращать часть своих денег себе обратно. В итоге я совершил покупку. Достаточно много мне пришлось перелопатить товаров на Алиэкспрессе до распродажи, в момент распродажи. Для того, чтобы найти более менее выгодные цены на то, что я хотел приобрести. В итоге нашел, сделал все по инструкции. Перед этим обратился в службу поддержки, чтобы зафиксировали переход. У меня есть определенные скриншоты, которые вы можете сейчас видеть на экране. Все это сделано со стороны технической части, с моей стороны. Все правильно. Но прошло уже больше 24 часов. И кэшбэк-сервис не засчитал. Пока что не засчитал, как они говорят, эту самую покупку. Хотя средства обработались, деньги списаны. И денег, скажем так, в личном кабинете нет. Сумма достаточно для меня, скажем так, весомая. Но проблема-то не в сумме. Проблема в том, что таких вот незачислений большое-большое количество. И по итогам распродажи 11.11 практически все кэшбэк-сервисы говорят, что проблема со стороны Алиэкспресса. Я сегодняшнюю ночь связался опять в очередной раз с поддержкой Letyshops.ru. После небольшого диалога, который вы сейчас сможете почитать на экранах в этом видеоряде, мы пришли к выводу, что якобы надо подождать еще чуть-чуть. До 10 часов засчитывается. Так, друзья, прошло 24 часа. Сейчас, мне кажется, я ничего, конечно, не писал, но зашел, скажем так, на популярную страничку ВКонтакте другого кэшбэк-сервиса. И там произошло такое объяснение, что китайцы ушли на выходные, сейчас им не до этого. Что посчиталось, то посчиталось. И какая информация к нам поступила со стороны Алиэкспресса, мы ее все обработали. И, как говорится, разослали по личным кабинетам. Но людей настолько много, у которых не засчитались вот эти самые суммы. И если эти суммы все сложить, и получится большая, огромнейшая сумма в рублях, в долларах США и так далее. Друзья, мне кажется, у нас в очередной раз китайцы провели вокруг пальца. Мне кажется, что мой кэшбэк не засчитается, потому что не бывает такого. Кому сразу засчиталось, это сразу засчиталось. У меня есть друзья-видеоблогеры, с которыми мы перекидываемся какой-то личной информацией. И, как говорится, да, была задержка, там может быть час, полчаса, два. Но все уже, как говорится, пришло. Все денежки пришли в личный кабинет. Мне не повезло. Меня китайцы обманули, я так считаю. Но в большей степени, как сейчас поведет себя Letyshops.ru со мной и с большим количеством людей, которые на данном этапе не видят своих заказов у себя в личных кабинетах. Мне кажется, они будут ссылаться на неграмотную техническую подготовку во время этого заказа. Потому что даже сегодня, когда я общался со службой поддержки Letyshops, очень большой акцент был сделан именно если вы все правильно делали, если вы правильно устанавливали расширение для браузера, если вы почистили перед этим кулки. Вот это вот все, мне кажется, нифига этих денег не будет. Поделитесь комментариями, поделитесь своим опытом, что же произошло у вас. Получается так, и вам не засчитался кэшбэк с помощью Letyshops во время распродажи 11.11. Тоже обязательно напишите об этом в комментариях. И, как говорится, может быть, это все увидят и произойдет чудо, и денежка попадет в личный кабинет. Для чего я записываю данное видео? Друзья, в очередной раз это доказывает то, что бесплатный сыр бывает только в мышеловках. Я, со своей стороны, не знаю, буду ли я рекомендовать своим пользователям данный кэшбэк-сервис. Мне кажется, что то большое количество блогеров, которые получают денежку за рекламу данного видеосервиса, я ни для кого не открою глаза, немножко зажрались, как говорится. И я с Letyshops не сотрудничаю в плане, мне никто не платит за рекламу и платить не будет, скорее всего. Хотя, в принципе, можно было пойти на какие-то договоренности. Но, увы, вот в такие вот моменты говорят, что 6 из 10 кэшбэков не засчитываются даже не в дни распродаж 11.11. В итоге, друзья, чего мы получаем? Получаем мы, если вы хотите что-то покупать в Китае, больше ищите честных скидок. И специально для этого, и я не побоюсь этого слова, хочу вам прорекламировать свой личный, скажем так, сервис или просто купонный сайт gadgetmania.ru. Там нет никакого кэшбэка, там все очень просто. Есть определенные скидки в интернете, я собираю их, аккумулирую в одном месте, то есть на сайте. И, соответственно, делюсь со своими пользователями. Нравится? Пользуйтесь. Не нравится? Не пользуйтесь. Хотите эту получить скидку? Проходим, получаем. Все отбирается вот этими вот руками и предоставляется на просторах данного сайта. Пожалуй, наверное, все. Закончу данное ночное видео. Большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал. Вступайте в нашу оживающую группу ВКонтакте. Там уже 1600 человек и не хватает именно тебя. Конечно же, пользуйтесь сайтом gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на своих покупках в интернете. Я вам со своей стороны обещаю, что скоро будет много интересных видео по распаковкам и обзоров техники из Китая. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова